Добрый день, уважаемые трейдеры компании A-Markets. На связи Роман Корнев и моя аналитика на эту неделю. Сейчас я покажу вам точные входы в прибыльные сделки по моей торговой стратегии Scalping Intraday. И начнем мы, наверное, с золота. Потому что я посмотрел тут новость и обнаружил, что Россия вышла на четвертое место по золотовалютным резервам. И ее резервы составили уже 540 миллиардов долларов против Индии, у которой 532 миллиардов долларов. И раньше она была на четвертом месте, а теперь Россия. Также было интересно заметить то, что Всемирный Золотой Совет опубликовал отчет, в котором было написано, что центральные банки купили почти 400 тонн золота в третьем квартале 2022 года. Это означает, что некий повышенный спрос. А как мы можем на этом заработать? Наверное, тренд восходящий по золоту будет сохраняться. Кстати говоря, Россия именно по запасам золота находится на пятом месте. И запасы золота в метрических тоннах составляют почти 2300 тонн. И мы, получается, обогнали даже Китай. Ну а теперь давайте посмотрим на график золота. Мы видим, что на недельном графике был нисходящий тренд. И сейчас пошла коррекция наверх. Связана она, конечно же, с коррекцией доллара. Доллар немножко откорректировался, упал. И поэтому золото выросло. Золото очень сильно зависит от курса доллара. Но, тем не менее, если коррекция остановится по доллару, а курс на закупку золота, на повышенный спрос будет сохраняться, то, возможно, будет долгосрочный восходящий тренд. Давайте посмотрим, как мы можем это использовать. Если посмотрим на графики D1, то мы видим, что сейчас золото очень хорошо слушается именно сетку Fibonacci. Уровень 38 она отбилась. И от уровня 23 тоже отбилась. Видите? Я еще на прошлой неделе об этом говорил и сохраняю свои прогнозы. Я думаю, что если золото дальше продолжит двигаться вверх, то оно хорошо отработает уровни 50 и 61,8. От них можно будет продавать и зарабатывать на падении. Да, это немножко противоречит восходящему тренду. Но, тем не менее, в любом восходящем тренде есть коррекции. И для меня восходящий тренд это лишь возможность дождаться цену уровней сопротивления на уровне 50 и 61,8 и от них продать и заработать на падении. График этот D1, он, так сказать, долгосрочный. Поэтому, если мы торгуем в таймфрейме M30, H1, то мы можем долгосрочно продавать от этих уровней и зарабатывать. Кстати, для этого может подойти мой робот. Он полуавтоматически. Можно нажать кнопку Sell и в режиме Sell он будет собирать прибыль в нисходящем тренде. Кому интересно, пользуйтесь, переходите на мой канал по ссылочке в описании. Ну и давайте теперь посмотрим другие валюты. евро-доллар на прошлой неделе очень четко отработал мой сигнал от зеркальной линии поддержки на покупку. И сейчас вот с такой консолидацией находится. Я ожидаю, что если все-таки он опять пойдет вниз, то опять от этого же уровня отобьется и можно будет заработать на росте. Не пропустите этот сигнал. Кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я там стараюсь оперативно повещать вас о важных новостях. Если цена пойдет еще ниже, то здесь также есть уровень сопротивления. Первый зеркальный уровень в районе цены 1.0095. И еще ниже, вот я отметил синими квадратами, тоже уровень поддержки. И от него можно будет покупать, зарабатывать на росте. Британский фунт имеет вот такую сетку Fibonacci. Он сейчас пошел в коррекцию наверх. И я ожидаю, что если он продолжит свое движение, то также встретится с уровнем 50. От него можно будет продавать и зарабатывать на падение. Кстати, он подтверждается вот этим, видите, максимумом слева, от которых также цена отбивалась. Поэтому это усиливает сигнал. Если цена пойдет еще выше, то здесь также можно будет продавать и от уровня 61.8. Доллар канадец также находится в формации в сетке Fibonacci. Вообще, эта неделя и прошлая неделя ознаменовалась применением уровня Fibonacci. Ну, что поделать. Это, кстати, очень хорошо. Мне нравятся эти уровни. Они горизонтальные. Их не надо постоянно исправлять. Один раз поставил, вот они стоят, ждут своего часа. Если цена пойдет вниз, то от уровня 50 вот здесь вот можно будет покупать, зарабатывать на росте. Это в районе цены 1.29.96. И если еще дальше пойдет, то в районе цены 1.27.71 также можно будет покупать, зарабатывать на росте. А если цена пойдет вверх, то здесь вот, наверное, на таймфрейме H4, хорошо видно, также есть уровень 1.34.92. От него можно будет продавать и зарабатывать на падение. Этот уровень уже несколько раз подтвердился. Это зеркальный уровень сопротивления, поэтому от него можно будет продавать. Швейцарский франк к японской иене также находится вот в консолидации. Жду, когда он подойдет либо к линии сопротивления, либо к линии поддержки. И от них можно будет покупать или продавать, соответственно, и зарабатывать. В моем обзоре есть еще несколько валютных пар. Полный обзор смотрите на моем канале по ссылке в описании. Ну а сейчас давайте посмотрим новости, на которых можно заработать на этой неделе. Итак, понедельник у нас достаточно спокойный. Во вторник индекс потребительских цен по Европе. В 16.30 по Канаде ВВП. Новость, правда, ВВП не изменяется, но волатильность это может увеличить. В среду индекс потребительских цен по Европе. Здесь есть изменения. Вполне возможно, что евро зашевелится. Также новости по ВВП США. Здесь есть изменения, поэтому ожидаем волатильности. В четверг достаточно спокойно. Ну а то в пятницу традиционно нон-фарм изменения занятых в несельскохозяйственном секторе. И мы видим, что по Америке изменения в худшую сторону, то есть меньше будет занятых, а значит это негатив. А значит вполне возможно ослабление доллара. И вот его коррекция, которая сейчас идет на ослабление, она вполне возможно, что еще усилится этой новостью. Ну и вместе в это время выходит также изменение занятости по Канаде. Здесь тоже есть существенные изменения, поэтому следим, запасаемся депозитами. И обязательно пользуемся акцией на пополнение. У брокера eMarkets есть хорошие акции для того, чтобы увеличить ваш депозит. Ну что, вот такие вот новости на эту неделю. Не забывайте о том, что клиенты eMarkets могут бесплатно получить моего робота в пользование. Переходите по ссылке в описании на мой канал и пишите мне в Telegram. Желаю всем успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока.